В Чебоксарах продолжается санобработка помещений, остановочных павильонов, транспорта. Сегодня наша съемочная группа ознакомилась с работой дезинфекторов. Ежедневно на свои плечи Елена Селина взваливает 30-килограммовую ношу. Примерно столько весит специальный рюкзак с раствором для дезинфекции, дезинфекции и лидератизации. Услуги очень востребованы. В центре дезинфекции Елена Геннадьевна трудится с 2008 года. У предприятия есть лицензия. Все работники проходят обучение, медкомиссию и стараются на совесть выполнять свою работу. Говорят, заявок очень много, особенно в период пандемии коронавируса. Я в костюме, я считаю, думаю, я стараюсь не соприкасаться на эти поверхности конкретно. А то, что мы в этих помещениях обрабатываем в комбинезонах. У нас одежда полностью обеспечена и на зимние, и на летние, и на осенние времена года. Дезинфекторы проводят обработку помещений в школах, детских садах, на различных предприятиях. Также, если нужно, центр дезинфекции проводит обработку в подъездах многоквартирных домов. В частности, там, где был зафиксирован случай заболевания коронавирусом. Кнопки лифтов, панель управления лифтов, дверные ручки, перила в тех подъездах, где они есть, домофоны, кнопки. Также полы обрабатываем. Все обрабатываем средствами, разрешенными к применению в местах общего пользования. Хлор содержащие, кислорода, активные такие средства. В принципе, эти работы мы делаем сами. В случае, когда выявляется заболевание у кого-то, к нам от Роспотребнадзора приходит предписание на заключительную дезинфекцию. В таких случаях мы уже вызываем специализированную организацию. Дезинфекция проводится и на открытом воздухе. Например, работники Дорекса обрабатывают 8 подземных переходов и 429 остановок общественного транспорта в Чебоксарах. Четыре бригады по два человека отвечают за дезинфекцию всей столицы Чувашии. Ежедневно в свой рабочий день специалисты начинают в 6 утра. Используют раствор 1-процентного гидрохлорида натрия. Раствор действует мгновенно. Свойство свое отрабатывает и исчезает. Также мы в протяжении всего летнего периода, начиная с весны, обрабатывали проезжие части города. Нынче сейчас это невозможно, так как температура не позволяет обрабатывать. Как только ударят заморозки, обработка остановок и подземок тоже прекратится, предполагают работники Дорекса. Так как спецраствор имеет свойство замерзать. Но если дезинфекция все же понадобится, в компании будут ждать особых распоряжений властей. Ирина Ромадова, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары. Субтитры создавал DimaTorzok